16 июля 2015 года. Я вчера тут разговаривал с Никитой и у меня мысль такая пришла. Вот почему когда я учился печатать на печатной машинке в инструкции говорится очень желательно чтобы на этой машинке никто больше не печатал я допустим секретарь у меня отдельная машинка и благословен Господь серый самый чемпион по мышам вот как это влияет силу удара и стирается быстро клавиши это же самое я прочитал о компьютере когда я только начинал совершенно ничего не знал даже как переключить не знал как сделать другой файл не знал стихотворение показали я их в одной леплю в одну ленту мне даже смешно неужели это можно было не знать но я купили мне самую хорошую большую такую книжку про компьютеры и я стал карточки заводить и у меня компьютерщик такой появился тут Нафанаил был тогда еще судников теперь он размонашился аэромонах вот даже пришел баунтрок Виктор Эдмундович он преподает высшем милицейском институте какой-то такой вместо там было авиационное училище вот и он ко мне надо приходил он из старообрядцев ему надо показать а я ему говорю тут написано чтобы никто не трогал да тут ничего такого нету я строго придерживался инструкции ему не разрешал ничего делать а только говоря я буду двигать и показывать и пальцем показывай на экране куда то есть вот такая щепетильность помогла мне смотри как лаза это ласточки бьют его или нападает на него бац рядышком а он 0 внимание но далеко ближе метр они подлетают вот они как у них ребятишки тут видишь они тоже в них заложена эта инструкция а если ближе я вижу лететь там этот соколок то а за ним эти синочки внутри сагузки прям в стае и одна видно близко он мгновенно перевернулся его в лапкой стапал и полетел дальше а остальные там ласточки все в расцепную заплакали да как же так была подружка леночка звать ее как теперь родители скажут мне надо было играть вы видели опасный хулиган отойдите от него это я перевожу такое все вот тебе володя подарили вот этот колум ну кажется еще такое колонн колонну необходим не заметьте как сделали специальный заказ тут как шурупами сделано предварительно вот это вот и вот вмятина какая гляди как вот это она ровно а с этой мятиной когда начинал колоть никита я говорю у тебя опыта никакого нет ты когда чурку ставишь кали по этой стороне они суда промазал и она теперь бьет уже и колон вот где вот она чего такая вот и поэтому она отламывается у нее большая тяжесть а чем она она отрывается и все зачем ты ему дал этот колон у тебя еще талантов много это твой хлеб я вчера увидал как вижу он уже отломил бы его отломил но в самом начале я тебе сказал никому не давай это твой походный горца меч это определенная ножовка определенный топор если я хожу делая кому-то дачи я никому их не даю потому что там это стукну пилой по гвоздю заехали не сказали инструмент у меня должен работать от и до ну твоя работа моя твоя как шариков говорит моя работа бармонталя там укусил зачем ты взял ну ты же знал сам себя я тебя предупредил не знаешь берешь главу вот это что не знаешь это можно научиться но когда ты знал и не не делал это уже что-то другое такой ценный представь привезли из города сколько заплатил за него не помню сейчас не помню уже ну примерно хотя бы где-то полторы или две тысячи 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 заплатили там он же столько не стоит теперь вчерашний я сказал теперь ты взял вот он колон как насадили еще мне почему-то отдается что насадили с обратной стороны он даже не знает как насадить его видишь как насадил насаживается всегда с узкого конца они с большого с узкого а то я насажил ты ну такой же балда вот она на широко она раздвигаешь а то тебя получается здесь широко это насаживается с узкого конца чтобы тот разварабанить и он был но ему этот давать нельзя у нас тут сломает в течение одного дня у нас есть сваренный полностью ручка железная вот ему и давай да и то смотри он и железную ручку отломит понятно не надо быть таким колуном колуна то вещь вот здесь она насажена по всем правилам она не соскакивает ну такие деньги отдали ясно делаю уже на считай наполовину на его изнахратил испортил зачем ты даешь это не доброта когда ценную вещь надежда васильна от у нее огородчик она ребятишки там приходят ну ладно там идите сорвите там по стручку они заходят а глушковские ребятишки они сразу начинают фартук куда угодно я приду ни одного стручка нету как саранча подмели зачем ты им разрешила он начинает что-то говорит ну зачем ну ребенок ты знаешь их много там какие что-то им надо я не знаю там не голодные же они но именно так от себя не принесет а здесь в запазуху запазуху убрать нельзя писание не велит в рот ты положил бы они так набрали пришли а тянет а стручок как вместе с корнем и она держать придерживаясь как вот вытаскиваешь из розетки вилку-то у колодца то надо придержать и дергать она дернула ее провод опять оторвался ну человек то видишь какое какой человек то поэтому все время выключая сам видишь она все равно сломает у тебя инструмент этот в огород запускает сказала и едет вижу василиса я говорю куда поехал да ко мне я и сказала где ключ да разве же можно говорить где ключ и ты ребенку да да позволяешь она завтра зашла со всеми вместе никиту оставил у меня у голубей ключ спрятанный все ну сходил сделал нет он забрал взял с собой ребятишек ребятишек неблагонадежных у которых родители против меня и он их завел туда там на крыше нельзя ходить потолок слабый то он их толпой завел туда маленько погодя там что уже ничего нету все поломано и голубям отравы насыпали потому что одна враждебная там или две враждебной семьи по наущению конечно родители пакость такая тебе доверили поэтому я говорю ты заходишь вот у меня допустим ты сначала наружу дверь закрой там где у тебя находится в углярке в сарае там что лица что мне было видно тут не надо никаких мозгов просто по барабану тебе все равно ты должен закрыться если все это открыто я сейчас занимаюсь сергей уехал вчера все-таки выше на него николай кручина они проехали самару уже вчера значит сегодня к вечеру они могут быть уже проехать москву и калуги подойти идут очень сильные хорошо идут я сказал надо двоем воде мы когда ехали вести машину когда мы на дальний восток ходили у нас среднем за 13 дней получилось среднем 1030 километров в день каждый день мы отбой давали в десять вечера и в два ночи поднимались машину уже шла ночью более опытный водитель вел вадим попов а уже как рассветает а я сижу рядом стараюсь и говорить ему что-то там дать что-то пожевать чтобы он ну там обычно эти кедровые орехи зернышки то вот нам уже гостей бог дает едет ты понял он никогда не бери свеч который не можешь ума дать на какое-то на право такой колон портится и в любом деле так сегодня мы 1 смс сейчас перейдем с тобой попробуем что-то сделать доброе утро все у меня это тебе володя выговор просто не бережешь свои но это твое я вот дома давал бы кому-то то чем я работаю я мастерок не даю уровень у меня уровень печи делаю вот дедушка работала мама я вас заворачиваю не знаю как никому руки не даю он живет уже больше ста лет наверное живет вот так видишь что тут любовь какая а его прячь и уводи пошли как раз про это идет речь вот она пришла по телефону никого еще родителям и он есть когда можно взять в школу нет не от школы от шкафа от шкафа ты где была раньше ты знаешь 8 обед не поеду же заключим сейчас позавтраком придем а какая у тебя срочность такая у нас мячик надо взять мячик и куда ну мы сейчас поедем куда на озеро ну на озеро поедете на озеро а кто поедет ну мы всей семьей все семьей едете на озеро во сколько ну 9 9 я буду там уже мы сейчас 8 поэтому уже пораньше сесть за стол все побудь с нами чтобы ты пораньше пришла я бы дал заходить одному никогда не позволяю никому только те кто самой живет но мы маленько пораньше сядем давай еще на этом